Добрый вечер, в эфире Вести Магнитогорск, в студии Ольга Беличенко. Сегодня в выпуске. Лед тронулся из общего котлата на магнитогорские дома. Начался капитальный ремонт шести зданий. Почти 750 тысяч рублей выделил региональный оператор на ремонт этого дома. Не важно, что снимаешь, и главная идея. Вытянул руку, и селфи готово. Но вот заниматься самолюбованием через телефон надо правильно. Селфи стало настолько модным, что молодой фотограф из Магнитогорска решил организовать курсы, как правильно фотографировать себя любимого. Из Германии, Австрии, Чехии, Татарстана, Москвы, а теперь и Польши. В музее под открытым небом появится уже шестой шедевр на бетонной стене. Таким образом, соседями альпийского егеря станут гуцульские танцоры. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Магнитогорске стартовали капремонты многоквартирных домов. В этом году планируют отремонтировать 70 зданий. Деньги направил региональный оператор. Это в том числе и те, которые на капремонт перечислили жители. Напомню, региональная программа рассчитана на 30 лет. За это время должно быть отремонтировано 2400 многоквартирных домов Магнитогорска. У противников идеи сбора денег на капремонт и тех, кто говорил, все средства осядут в карманах чиновников, появился контраргумент. Даже та небольшая часть, которую удалось собрать, уже пошла на дело. Первая ласточка – дом номер 8 по улице Первомайской в Магнитогорске. Работы на этом доме определены управляющей компанией, но с учетом пожеланий собственников. Так как здесь необходимость была в прокладке циркуляционного трубопровода, чтобы исключить длительное сливание горячей воды. То есть актуальная проблема для домов Ленинского района. Таким образом, капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети холодного водоснабжения вылится в 266 тысяч рублей, горячего в 480. Итого почти 750 тысяч. Стоит отметить, именно в этом доме ремонт проводится еще по краткосрочной программе на 2015 год в рамках 185-го федерального закона. То есть 85% выделены из бюджета, а вот 15 из них – средства из общего котла сборов за капремонты. Федеральной поддержки хватит только на 15 домов. Остальные будут приводить в порядок за деньги, собранные региональным оператором от жителей. Всего в этом году планируется отремонтировать 70 домов. На сегодняшний день в шести домах города Магнитогорска работы уже ведут, там, где конкурсы уже отыграны. По остальным адресам конкурсы в ближайшее время будут проведены. Но опять-таки проведение ремонта непосредственно зависит от того объема денежных средств, который будет оплачен собственниками за капитальный ремонт. Сегодня сборы за капремонты в Магнитогорске составляют 14%. Что касается дома по Первомайской 8, они немногим больше 16%. Казалось бы, именно эти жители должны были серьезнее подойти к вопросу. Оплачивали. Сходили недавно на встречу с депутатом горсобрания Сипеткин. Ну, там проконсультировали с ним и с другими председателями. Напомним, сегодня плата за капитальный ремонт начисляется из расчета 6 рублей 40 копеек за квадратный метр. Те, кто еще в раздумьях или платить не хочет принципиально, должны знать. Если собственник не вносил средства в течение 2015 года, в январе будет начислено пене за весь неоплаченный период. Юлия Черешнева, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. Борьба с незаконными пассажироперевозчиками и теми, кто задолжал коммунальным службам. Сегодня эти темы обсуждали на аппаратном совещании в администрации Магнитогорска. Долги ресурсоснабжающим организациям сейчас более миллиарда рублей. Об этом и многом другом расскажет Анастасия Ишменева. Под номером 1 на аппаратном совещании сегодня означился вопрос об улучшении инвестиционной привлекательности города Магнитогорска. Итоги за первое полугодие. Наиболее характерная эта ситуация отражается на строительном рынке, по данным Яны Коваленко. В Магнитогорске с начала года было введено строить 33 тысячи квадратных метров жилья. Виталий Викторович Бахметьев дополнил, что до конца года в Магнитогорске планируется сдать в эксплуатацию более 200 квадратных метров жилья. Только есть одна проблема. Застройщики жалуются на то, что магнитогорцы сейчас не очень охотно покупают квадратные метры. Поэтому говорить об окупаемости инвестиций пока рановато. Под номером 2 значился вопрос о задолженности населения перед коммунальщиками. Так, по данным, которые привел начальник управления, в прошлом году магнитогорцы задолжали ресурсоснабжающим организациям 900 миллионов рублей. Только за 6 месяцев этого года сумма задолженности увеличилась почти на 200 миллионов. Недополучают в основном трест теплофикации, трест водоканал. Коммунальщики как могут проводят работу с населением. Это и рассылка уведомлений. Задолженности приглашаются в управляющие организации, в ресурсоснабжающие организации для выяснения причин неуплаты. Составляются заявления обязательства о погашении задолженности. Предлагается оплатить задолженность через бухгалтерию предприятия, на котором работают должники. Направляется предупреждение о прекращении предоставления коммунальных услуг. Работаем в этом плане неудовлетворительно. И насыщать денежный поток ресурснабжающих организаций в муниципальных у нас нечем. Потому что все кредиты, которые мы уже выбрали, нужно задолженность коммунитуры. Стоит отметить, что количество исков суды на жильцов, которые не желают платить за коммунальные услуги, увеличилось почти на 50%. Еще один немаловажный вопрос, который сегодня рассматривался на аппаратном совещании, это борьба с незаконными пассажироперевозками. Так, с 22 июня по 2 июля в Магнитогорске был проведен рейд. Чиновники вместе с сотрудниками ГИБДД вышли и проверили маршруты под номером 10, 17, 39 и 42. В ходе проверки выяснилось, что 45 предпринимателей выпускали свои автомобили по этим маршрутам. При этом они не имели договора с администрацией. Кроме того, также предприниматели и водители были оштрафованы и привлечены к административной ответственности за почти 200 нарушений правил дорожного движения. Последний вопрос, который рассмотрели сегодня чиновники, касался чистоты улицы Экологии. Так, по последним данным, в городе сейчас 55 незаконных свалок, и это при том, что 19 ликвидировали только за последнее время. А вот темпы высадки деревьев не очень порадовали исполняющего полномочия главы Магнитогорска. Высадили с начала года всего лишь 11 деревьев, а должны до конца года найти места еще для 200. Анастасия Ишменьева, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Почетный знак Ленинского района получили 7 человек. Среди них металлурги, преподаватели, музыканты. Всего же за два десятилетия награду удостоены 276 магнитогорцев. На церемонии вручения побывала наша съемочная группа. Андрей Фомин даже предположить не мог, что будет награжден почетным знаком Ленинского района. А ведь когда-то Магнитогорск для него был совсем чужим. Старший мастер калибровочного цеха ММК Метис приехал из Казахстана в поисках лучшей жизни. Спустя 16 лет его кандидатуру предложили коллеги по цеху, а руководство предприятия поддержало. Почетный знак вручает людям труда, которые внесли весомый вклад в развитие не только своего коллектива и предприятия, но и района. Традиция существует уже 21 год. Мы с полным правом говорим, что главным достоинством в Магнитке был и останется человек созидательного труда, твердости духа и чести. Вот эти слова с полным правом, в полной мере можно отнести, примирить ко всем лауреатам нашего почетного знака. Ко всем вам. С присвоением почетного знака Ленинского района всех лауреатов поздравила и депутат Законодательного собрания области Лена Колесникова. Хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваш труд, за ваш вклад в наше общее дело, чтобы наш Ленинский район процветал, жил, чтобы он действительно был примером всех других районов, чтобы он стал действительно зоной комфорта, чтобы вы точно так же своим трудом и дальше прославляли и Ленинский район, и город Магнитогорск, и наш весь Уральский регион. Принимали поздравления от Лены Рафиковны, Глеб и Нинелла Лукины. Супружеская пара вместе уже 60 лет. За сохранение семейных традиций они награждены медалью за любовь и верность. Ксения Причатина, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. Еще один экспонат в музее под открытым небом. К его созданию приступили польские художники. Новая картина в рамках международного проекта должна появиться на фасаде дома на проспекте Ленина, 121. Что там будет изображено, сегодня интересовался Игорь Болонин. Не только польский городок, но теперь и польский фасад. Оставить культурный след на Магнитогорской земле решили Рафов Расковинский и Войцех Возник. Самая прекрасная речь в славянском мире – это танцы. Потому что наш язык похожий, культура похожа, психика похожа, все похоже. Мы братья славяне. И подумал, что надо сделать славянские танцы, польские танцы. А точнее коломийка – танец гуцульской пары, представителей народности, живущей в Карпатах. Получилось, что два эскиза мы забраковали. И нам как раз-таки написал Рафов Расковинский, который решил принять участие. И нам показалось, что этот рисунок подходит по тематике. Рафов Расковинский – основатель международного фестиваля монументальной живописи и художественной школы в родном Гданьске. Поляк с русскими корнями. Его бабушка – донская казачка из рода Коршуновых. Фамилии знаменитой благодаря одному из героев Романа Шолохова – Тихий Дон. По иронии судьбы рисует картину на доме в двух шагах от станицы магнитной. Я поехал на полугода в Ленинград, в Петер, теперь Петер, на стипендиум. Ну и там мое сердце остало. И я не был в России 29 лет. Я очень рад, что я уже в России. Художники планируют закончить работу над картиной в течение ближайших трех-четырех дней. Это изображение должно вписаться в единый ансамбль музея под открытым небом. Тем более в непосредственной близости, на другой стороне проспекта Ленина, находится дом, на фасаде которого изображено произведение австрийских художников. Таким образом, в ближайшее время соседями альпийского егеря станут гуцульские танцоры. Игорь Болонин, Кирилл Горин, Вести Магнитогорск. Вы смотрите Вести Магнитогорск. Продолжаем выпуск. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Но брифинг, на который пригласили журналистов, носил далеко не праздничный характер. О чем говорил главный госавтоинспектор города Андрей Милехин, знает Юлия Черешнева. Что касается эвакуации транспортных средств, то с 8 августа она будет считаться незаконной, если под запрещающими или предупреждающими знаками не будет дополнительного работа эвакуатора. Кроме того, 19 июня уже вступил в силу еще один закон по эвакуации транспортных средств. Конфликтные ситуации, поставили на эвакуатор, не поставили, начали, то есть здесь все четко законом прописано. Начало движение транспортное средство, я имею ввиду эвакуатор, специальный транспортное средство, все, ни о какой возможности возврата транспорта только через спецстоянку. Если движение не начато, естественно можно снять и опустить, но причина задержания устранена. Также эвакуировать авто могут, если поставить его на парковку для инвалидов незаконно. А штраф за это нарушение возрос с трех до пяти тысяч. Столько же придется заплатить, если незаконно установить на свою машину знак инвалид. Мы в последнее время видим, что очень много внимания этому уделяются. Крупные торговые центры, в том числе и с учетом последних прокурорских воздействий на данных собственников торговых центров, владельцев. То есть обязательно предусмотрение парковочных мест, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. То есть если человек занял парковочное место, предназначенное для инвалида, он подлежит административной ответственности в административном штрафе в размере пяти тысяч рублей с последующей эвакуацией транспортного средства. Затронули тему пешеходов. Им теперь грозит штраф, если они будут идти по трассе в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. Также новый закон обязал водителей и пассажиров мопедов надевать мотошлемы. А встречу Андрей Милехин закончил поздравлением ветеранов и коллег госавтоинспекции с профессиональным праздником. Юлия Черешнева, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. ТОСы могут и должны работать больше. Для этого у них есть все возможности. Об этом на отчетной конференции городских ветеранских организаций заявил заместитель председателя общественной палаты Павел Верстов. Он считает, что территориальное общественное самоуправление – это первая структура, от которой зависит жизнь микрорайона или поселка. Я хочу призвать ветеранские организации раскачать работу ТОСов, потому что ТОСы, территориальное общественное самоуправление, комитеты, они не всегда знают свои полномочия. Полномочия очень широкие. Начиная от охраны правопорядка, обрезки деревьев, заканчивая капитальным ремонтом домов, вхождением в эту федеральную или региональную программу. По мнению Павла Верстова, именно ветеранские организации могут активно и плодотворно сотрудничать с ТОСами, что положительно скажется на деятельности всех структур. И если территориальное общественное самоуправление будут работать с депутатами, от этого выиграют только жильцы. Делаешь селфи – делай его качественно. Вот девиз, которому решил следовать молодой магнитогорский фотограф. Алексей Дум организовал в городе курсы под названием «Селфиграфия», на которых учит правильно, на его взгляд, фотографировать себя. Среди желающих позировать на свой же телефон оказался и наш корреспондент. История селфи началась с появлением первого фотоаппарата. Ему 23 года, из них только около двух занимаются фотографией. Причем снимает не только на гаджеты, профессиональной камерой зарабатывает и на жизнь. Именно Алексею пришла мысль учить магнитогорцев правильно делать селфи. В половину лица возьми хотя бы свою. Или глаза гни чисто. И выпрямим телефон. Пока селфиграфией занимаются единицы, но фотограф с дипломом энергетика говорит, будем брать не массовостью, а качеством. В легкомысленном, на первый взгляд, занятии парень увидел глубокий эстетический смысл. Селфи – это явление. Это раз. Во-вторых, селфи – это как часть искусства. Потому что фотография – это есть сейчас искусство, как любая фотография. Просто она выражается в форме того, что мы сфотографируемся на гаджеты какие-то определенные. На фотоаппарат, телефон и так далее. Так что момент того, что когда селфи стало, это уже момент как постмодернизм, как современное искусство считается. Неважно, на что ты снимаешь, главное – сама идея. А идея тут больше то, что я, где нахожусь и что я хочу этим показать, рассказать. Именно цель и полагание хочет научить своих коллег по нарциссизму Алексея. Поддалась желанию самолюбоваться или все же чарам интересного парня – пока непонятно. Но снимает себя с удовольствием и студентка-художница Рита. Это, во-первых, быстро. И, правда, хорошо работает, чтобы показать, что происходит именно сейчас. То есть не нужно на это тратить много времени, как в создании картин, допустим. Он просто так быстро щелк и все. Простота и общедоступность сделали селфи популярным, причем даже у первых лиц государства. С английского переводится как «сам» или «само» – «самофотографированием». Теперь занимаются в воде, в свободном полете и даже в космосе. Тем, кто не летает высоко, по нраву более приземленные формы. Никогда нельзя подойти близко к телефону. Когда подойти близко к телефону, фотография получилась, что там есть больше телефон, чем самих себя. Алексей даже классифицировал селфи по половому признаку. Говорит, девушки любят оставаться загадкой, снимают или только часть лица, или все в дымке. А молодые люди более прямолинейные. Это я с друзьями, это я на природе. Но каким бы ни был снимок, он должен быть качественным, уверен организатор курсов селфи. А еще молодой человек выступает за технологический прогресс, но против сложных технических устройств для съемок селфи. Таких, например, как монофот. Молодой человек считает, чтобы снять хорошее селфи, достаточно просто вытянуть руку. Стоит отметить, что селфи-мани в основном подвержены молодое поколение, а большинство по-прежнему предпочитает хорошие камеры, профессиональных операторов и качественные съемки. В том числе Анастасия Шменева, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Далее вас ждет информация о погоде на ближайшие два дня. Спасибо, что были с нами. Приятного вечера и отличных выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА